Доброе утро, Украина! Доброе утро всем моим телезрителям! Я начинаю свой новый проект, он называется «Украина без денег» и первый город, в который я решил поехать, это Нежин. Когда-то с этих слов у меня началась другая жизнь. Жизнь путешественника. Так за два с половиной года я побывал на Мирном Западе и Военном Востоке. Передвижение по дому проживания в нем категорически запрещено. Испытал суровость северных регионов. Все съемка накрылась. И попробовал на вкус райскую жизнь Черноморского побережья. Порой это были шумные, грязные и опасные города. Я журналист. Такого хамства я, честно говоря, давно не видел. Я увидел самые красивые уголки моей страны. Но в один момент решил, что дома все-таки лучше. Хотя подождите, мне же есть что вам рассказать. Неужели вот два с половиной года за один день? Но если вы помните, все вот эти вот поездочки начинались с маленького городка Нежин. И сегодня я снова тут приехал. Поздравляю вас, поздравляю себя. Потому что Украина без денег заканчивается здесь. В начале проекта я решил записывать на специальной рамке название городов, где успел побывать. Но свободного места на ней теперь нет. Проект длился два с половиной года, поэтому за такой большой промежуток времени Украина без денег из обычного видеоблога, когда мальчик с камерой идет, рассказывает, что-то вот посмотрите, это церковь, а это мост, покрашенный в желто-синюю краску. Перемодернизировался в такой видеоформат. По правилам проекта в каждом городе я прибывал с утра до вечера. И чаще всего съемки начинались с ЖД вокзала. Основным транспортом были поезда и электрички, студентам скидки и верхние полки без постели. Мне поначалу не верили, что я действительно путешествую сам и никакого оператора у меня нет. У меня есть монопод и своя голова на плечах. Больше ничего. Опять, блин, пошел дождь, я вам больше скажу. Если картинка будет немного размыта, я извиняюсь. Это просто ужас, 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 ужас. Где-то шел дождь, где-то замерзали руки, где-то было далеко идти, там 15 километров, как в Мелитополе, и вспомнишь, и думаешь, боже, нереально. Ну реально это со мной такое было. За весь проект я прошел более тысячи километров. Без денег, пора валить отсюда. Снял сюжеты о 60 населенных пунктах. И чтобы разнообразить выпуски, я искал самые уникальные музеи. Их я посетил 22 раза. Отличительной чертой, наверное, было то, что я оценивал каждый город по пяти критериям. Там транспорт, достопримечательности, чистота, приветливость, сфера услуг. Но вот именно идея возникновения такого вот формата возникла возле этого памятника. Это первая достопримечательность для проекта «Украина без денег» – Нежинский огурец. Но позже я стал присваивать каждому городу какую-то определенную тематику, начиная с Полтавы, что это вот мистический городок Кировограду. Но сейчас это Кропивницкий, что там все танцуют. Это город танцев, танцевальная столица Украины, все что угодно. Жмеринки, вот, железнодорожную. Но если бы я снимал программу Нежин, допустим, бы сейчас, то я сказал бы, что это город, где консервируют всем известные огурцы. И это город-церквей. Просто их тут очень много, и они на каждом шагу. Поэтому за достопримечательности оценку я не менял. Вы сами все видели, я отлично провел время ездить пофоткаться, поэтому здесь оценка «Отлично». Но как только дело доходит до такого критерия, как чистота… Нежинцы убирают, поэтому здесь я однозначно ставлю пятерку. А это результат моей неопытности. Столько мусора. Какие 4,6, ребята, какая четверочка. Грязь на улицах города вне компромисса. В нашем деле появились новые улики, поэтому, пользуясь случаем за чистоту, я выставляю уже другую оценку. О, я так люблю эту историю, когда люди начинают оправдываться и говорить, «Не-не-не, посмотрите, у нас на самом деле чистые города. Это неправда. Это ты нам мусора привез, нам его поразбрасывал». Я пальцем тыкаю, говорю, «Посмотрите, здесь мусор, грязь. Его нужно убрать. Так не должно быть». Ну, почему-то украинцы считают, что им кто-то что-то должен. Кто-то должен убрать мусор за них, кто-то должен почистить дворы. Так не бывает. Я не рассчитываю на то, что я какой-то там положительный герой, все меня должны любить. Нет, должны быть хейтеры, должны быть те люди, с которыми я пойду по жизни, которые меня поддержат, дадут совет, скажут, «Ярослав, тут снимай так, снимай так, и нам нравится то, что ты делаешь». После некоторых поездок меня часто зовут на повторные проверки, ну или приехать в соседние города. Например, в Славянске местное издание оплатило номер в отеле, поэтому съемочных дней было целых два. «Скучно, молодой, ну-ка мне в Славянске». «Так что, девочки, приходите, пожалуйста. Я ворота». В каких-то городах я был не сам, потому что брал с собой сестру или лучшего друга. «Нормальные люди голубей кормят этот ворон». А на родных землях я вообще немного оскандалился. Со мной разбиралась полиция. «Позвонили нам, говорят, кто-то подозрительный». Но, несмотря ни на что, я свою студенческую жизнь провел с большой пользой. «Эти голуби меня атакуют». Сначала первый сезон, потом второй сезон, на третий сезон. Города оставались, городов становилось все меньше и меньше. И на выпуске «Киеве» я говорю «Все, ребята, я покидаю проект». «Я покидаю проект». Я думаю, вам бы тоже было обидно, если бы вы сняли какое-то видео, старались, там, полторы недели создавали, и вас посмотрело 10 тысяч, кто-то скажет, ты там делаешь это ради денег. Украина без денег не создавалась ради денег. Вот и все. То, что сейчас происходит, это, по сути, исторический момент. Шесть часов утра, а вся ночь была потрачена на то, чтобы делать новый проект. Лайфериста. Проект, рассчитанный на подпольную и партизанскую работу в различных компаниях. У меня появились тайные помощники, ребята моего возраста. Но вы многого не видели. Подвигайте руками, улыбнитесь, заплатите 100 гривен. Все, справка готова, вы здоровы, медосмотр пройден, можете спокойно работать в минус 20 на новой почте курьером. Также мы торговали на барахолках, проверяли заправки, садики. Но медийные лица узнаваемы. Прощай. Потом был остров, необитаемый остров. Поехали мы в Канев. В июле 2016 года я решил воплотить в жизнь свою детскую мечту. По мотивам реалити-шоу «Последний герой» был создан проект о выживании на необитаемом острове. Со мной проживала на одном острове, второй раз бы отправилась. Ой, ты меня так задолбала, что нет. Последний это лицо просто, это такое лицо, такое отчаяние. То это, то не так, то куда ты это, какой петух, какой костер, давай на этом жрать. Ай, не удела, что ты. Надо, мне что-то поесть и голодный, умой, укрой. Рыбку мне не жалко, что тут рыбка. Распахиваем ей. О, какая ты красивая тут. Ты мне начинаешь раздражать. Я тебя буду раздражать, пока ты не встанешь. Нужно ехать. Мне зло от того, что я голодный. Я думал, что это шаурма, это колбаса какая-то. Это хот-дог у лаваши. И все равно, оно вкусно. А где огурец? Нема огурца. Где ты видел в хот-доге огурцы? Поможут, если попросишь. Если сейчас мне самому пересмотреть остров, я могу спокойно сказать «Алё, Ярослав». Потому что в какой-то степени проскакивает бредовость идей. Я старался сделать все реалики, но у меня, к сожалению, это не получилось. Дом сожгли, и все. Лена, 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 тихо. Мне так горячо, ты что? Сожгла дом, блин, ненормально. На этом необитаемый остров заканчивается. Елена Зажарская переплывает со мной Днепр. Я выживу, я напьюсь. Мама, мамочка. Я дна не чувствую, Ярик. Ярик. У нас просто перегруз. Ярик. Ярик. А если меня сам укусит? Хотя укусит все. А-а-а-а! Помогите! Убейте его кто-нибудь! Помогите! В октябре прошлого года случилось то, о чем мечтали многие зрители. Я сорвался во второй раз и отправился покорять Комсомольск. Черноморск, бывший Ильичевск, Королевец и Путивль, Изюм, Зона АТО, Лисичанск. Драгобыч, Жмеренко и поселок городского типа Браилов и Мариуполь. Но если я буду продолжать этот проект, я просто-напросто буду стоять на одном месте и не развиваться. Для меня «Украина без денег» это как маленький ребенок, которого я создал, которого я воспитал, вырастил, поднял на ноги. И сейчас пришло время, когда его нужно отпустить. Но то, кому я обязан, это мои зрители. Когда я организовывал фан-встречи, мне казалось, вообще никто не придет. 4 февраля в Киеве состоялась встреча с подписчиками и зрителями проекта. Всего пришло 14 человек. Ну я понял, что с каждым могу пообщаться. Какой другой видеоблогер вообще приносит на фан-встречи тортики? Так, подожди, ты Винницу мне оставил. Ярослав, у меня есть для тебя небольшой презент. Это просто в память о встрече. Спасибо большое тебе за твои видео. Мне очень интересно их смотреть. И очень было приятно там видеть и свой город, из которого я родом. Это город Кременчук. И спасибо тебе, что... Кто-то пришел, кто-то нет. Но все могли наблюдать за происходящим через трансляцию. Главным вопросом того вечера был не торт, а кое-что другое. Вы будете сейчас называть десятку лучших городов. Значит, мы начнем с вами с 10-го места. И будем потихонечку... Да, у тебя 10-е место. Мы... Это мир города. Рейтинг строился следующим образом. У каждого города была базовая оценка. Максимум 25 баллов. Еще 75 – это результат активности местных жителей. От прессы до мэрии. А за всем происходящим наблюдали вы. Город Киев. Девятое место. Измаил. Восьмое место. Одесская область. Линница. Седьмое место. Кое-кто там живет. Нам нужно порадоваться. Приблизительно 80% из вас при просмотре этого видео ели. Открывай, давай. Святогорск. Донецкая область. Я написал в комментариях, когда посещали город Харьков, почему-то решили посетить рынок. Но лучше бы посетили парк. Самый один из лучших парков в Украине. У меня Львив. Львов. Культурная столица Украины. Все, кстати, оценки по 100-бальной шкале. Чернигов. Четвертое место. У города легенд. Где эта бумажка? Яремче. Третье место. То, что я поставил, это все справедливо. Это сердце украинских Карпат. Одесса номер 2. Одесса. Жемчужина у Черного моря. Второе место в проекте. Озвучить рейтинг нужно было быстро, потому что нас выгоняли из торгового центра. Что ты кричишь на него, он охранник, администратор. И права журналистов, и права журналистов, пожалуйста, уважайте. Все. Ребятки. Если бы не люди, которые ко мне пришли и хотели увидеть, а не участвовать в каких-то разборках с полицией, я бы, наверное, охранником того торгового центра, честно говоря, высказал бы все, что я не думаю. Ни один фотограф в Украине еще не проиграл дело по тому праву, можно ли снимать в торговых центрах. Спасибо всем, кто пришел и не ушел. Этот день запомнится надолго. Ну а теперь самый ответственный момент. Потому что сейчас будет назван самый лучший город в стране, по мнению проекта, Украина без денег. Это решение далось не то, чтобы не просто, но когда я поехал в этот населенный пункт, мое мировоззрение поменялось с ног до головы. Горишни и Плавни, я вас поздравляю, вы самый лучший город в Украине. А если вы еще раз посмеетесь над этим названием, поедите туда и посмотрите, потому что лучшего я еще не видел нигде. Узнать, на каком месте ваш город, можно в группе проекта. Это был последний в истории выпуск данного формата. Проект Украина без денег прекратил свое существование.